Обвинять россиян в употреблении запрещенных веществ поторопились. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА признало, что в докладе Макларена недостаточное доказательство вины российских спортсменов. Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что главный виновник скандала это бывший директор антидопингового центра, информатор ВАДА Григорий Родченков. По тому, что говорил свидетель Родченков, казалось, что вина стопроцентная. Но ведь слова это еще не доказательство. Родченков немножко, ну как сказать, сманипулировал, да, потому что выдав достаточно большую цифру, тысячу спортсменов, как и требовалось, ну чтобы так значимо было подтверждение того, что в России очень жестко используют допинг, то дальше там же не было фамилий, правильно, за этими номерами и ситуациями. Когда в федерации начали разбираться подробно по каждому случаю, в общем, от тысячи ничего не осталось. Напомню, юрист Ричард Макларен, опираясь на слова Родченкова, обвинил около тысячи российских спортсменов в употреблении допинга. Якобы они были замешаны в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Скандал больно ударил по нашей стороне. Россию лишили права на проведение чемпионата мира этого года по бабслею скелетону. А союз биатлонистов отказался в этом сезоне от этапа Кубка мира в Тюмени. Более того, Тюмень может остаться без чемпионата мира по биатлону в 2021 году.